Рекламно-информационная программа. Слушайте доктора. Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. Глаза, зеркало души и один из главных показателей нашего с вами здоровья. Поэтому сегодня передо мной Юлия Кудрявцева, главный врач Кировской клинической офтальмологической больницы. Здравствуйте, Юлия Владимировна. Здравствуйте. Добрый день. Итак, давно, на самом деле, очень давно не было в этой студии. И врачей-специалистов, которые бы смогли нам подать актуальную информацию о том, какие сейчас есть способы сохранить зрение, вернуть в некоторых случаях зрение, да и вообще заботиться о наших глазах. Давайте тогда начнем с современного подхода к офтальмологии. В чем суть, какие инновационные возможности сейчас есть, которые диктует нам мировая практика? Спасибо. Ну, на самом деле, офтальмология – это такая специальность, которая очень быстро развивается. И в том числе очень быстро развиваются не только навыки хирургов, диагностики, врачей, но в том числе и в плане техническом. То есть очень много новинок, и мы каждый год видим появление нового оборудования, новых каких-то способов, инновационных способов хирургического лечения, способов диагностики. И если мы еще там 10 лет назад или 15 что-то просто не могли делать, то на сегодняшний день иногда кажется, что мы можем все. Ну, конечно, на самом деле это не так, но в то же время, вот, скажем так, развитие, оно иногда дает почувствовать себя вот уже… Человеческую силу и мощь. Человеческую силу и мощь, да, именно так. И вот посещая различные конференции, читая литературу, вот это очень наглядно видно, вот особенно в последнее время техника развивается очень быстро. Юлия Владимировна, правильно я понимаю, ну, вообще, если какая-то или иная отрасль жизнедеятельности человека развивается с определенной скоростью и увеличивает эту скорость, значит, на это есть причины, значит, есть какие-то задачи, которые нужно постоянно в быстром темпе решать. Это именно этот случай мы сейчас рассматриваем, да? Да, действительно, и вообще глаза наши изначально были приспособлены для, скажем так, смотрения взгляда вдаль, да? То есть наши предки, им нужно было хорошее зрение вдаль. Острое зрение. Острое, да, там охота, собирательство, там, и так далее, и так далее. Ну, это в том числе. А сейчас мы видим немножко другое, поменялась направленность деятельности. То есть мы сейчас в основном работаем на близком расстоянии. Вся наша трудовая деятельность во многом у детей, в школы, в садике, вот эти все школы развития, студии и так далее. С раннего и раннего возраста. С раннего возраста мы все вблизи работаем. И глаза наши, к сожалению, к этому изначально не были приспособлены. Для того, чтобы видеть хорошо вблизь, глаза должны поработать. Ну, это, естественно, скажем так, приводит к тому, что, ну, кому хочется все время работать, да? Наши глаза не исключение. Любой орган, он приспосабливается выживать, скажем так, в тех или иных условиях с минимальными потерями. Вот для глаз это все так же работает. Наши глаза приспосабливаются для работы вблизи. И возникает близорукость, да, вот эти вот все... Все чаще и чаще. Все чаще и чаще, больше и больше. Кроме того, естественно, экологические факторы влияют. И многие заболевания, которые мы наблюдали там в достаточно почтенном возрасте, мы уже видим у молодых пациентов. Ну, и можно сказать, что все-таки продолжительность жизни она растет. И те заболевания, до которых ранее просто не доживали. Мы сейчас видим, один из лекторов у нас на конференции как-то сказал, вот возрастная дегенерация сетчатки – это хорошо или плохо? Ну, вроде бы это плохо, это болезнь. Это тяжелое заболевание, которое требует затратного лечения. И во многом приводит к тяжелым последствиям. Но, с другой стороны, появление большого количества таких пациентов говорит о том, что возраст все-таки отодвигается, и пациенты наши живут, люди живут дольше. И, соответственно, с какой-то стороны, наверное, это и неплохо. Ну да, все-таки вывернут. Так что это все-таки плюс какой-то появился. Это плюс в чем-то, да. И следует ожидать, что поскольку изменились потребности человека, изменилась функция, не функция, наверное, вот именно род деятельности, наших глаз, нашего зрения, изменились и подходы к лечению. Давайте рассмотрим конкретно на предмете вашего учреждения, как Кировская клиническая офтальмологическая больница справляется вот с таким натиском новизны. Что нового, интересного появилось? Как сейчас лечат в больнице? Ну, на самом деле больница молодая достаточно. Нам в этом году исполняется 20 лет. И все, можно сказать, я работаю с истоков. Вот начала работать еще студенткой. И вот все дальше и дальше. И поэтому вот это вот все развитие клиники, в том числе и на моих глазах, произошло. Все в одном учреждении. Все в одном учреждении, да. И поэтому, ну, скажем так, уже видно, что, конечно, наука, техника, оборудование шагнуло далеко вперед. И если некоторые, например, заболевания мы, ну, там, 10-15 лет еще не могли никак помочь пациенту, то вот сейчас уже есть такие возможности. Это новые лазеры, это новое диагностическое оборудование, которое появилось. Это возможность работать на сетчатке непосредственно, то есть глубоко внутри глаза, на тонких-тонких структурах. Это возможность использования новых препаратов, которые позволяют помочь вот пациентам, в том числе и с проблемами на сетчатке. Это хирургия катаракты, да, вот помутнение хрусталика, в принципе, лечится единственным способом. Это хирургия, это замена хрусталика, то есть удаляется мутный, естественный хрусталик и устанавливается искусственный, прозрачный. И если еще там 20 лет назад это была хирургия большого разреза, то сейчас это бесшовная хирургия со швами, то есть пациент потом возвращался через 3 месяца на снятие швов и так далее, то сейчас это хирургия одного дня, не требующая, в принципе, госпитализации и бесшовная. То есть доступ 2 мм всего лишь через небольшой, можно сказать, прокол мы можем удалить катаракту и поставить искусственный хрусталик. Обалдеть. Да, ну у нас это самая массовая хирургия, у нас около 4000 операций по хирургии катаракты в год проходит, и половина из них она на дневном стационаре, то есть хирургии одного дня, без госпитализации. А помимо катаракты, какие возможности сейчас, какие задачи вы можете решать, в чем помогать? Ну, скажем так, одним из, скажем так, нашей гордости клиники, это возможность витриотинальной хирургии, о которой я уже говорила. Это что такое? Это операции при отслойках сетчатки, это операции при кровоизлияниях внутрь глаза, это операции при различных патологиях других, при сахарном диабете. Очень тяжелые пациенты бывают, и единственный способ им помочь иногда, ну, скажем так, последний шанс, это витриотинальная хирургия. То есть если, там, опять же, повторюсь, да, несколько лет назад это было невозможно, то сейчас такие пациенты реабилитируются и, в принципе, возвращаются, ну, к более или менее нормальной жизни. Течение болезни и эффективность лечения как-то зависит от степени запущенности этого заболевания? Ну, это, конечно. Там есть определенная этапность лечения, и все начинается с лазерного лечения, и в дальнейшем уже, там, по определенным критериям выбираются дальше уже способы дальнейшие. Да, вот на этом примере давайте тогда полный цикл работы больницы рассмотрим, потому что вы говорили, что и диагностическое оборудование у вас первоклассное, у вас новое, хорошее, замечательное. Давайте начнем тогда с самых истоков, да, когда человек почувствовал, что что-то с глазками не так. Когда нужно обращать на это внимание и к вам бежать уже на обследование? Ну, что касается вот каких-то заболеваний, которые требуют лечения уже вмешательства определенного такого серьезного, в том числе и хирургического, это невозможность улучшить зрение с помощью оптической коррекции. Ну, очки. Вот часто бывает так, что пациенты хуже видят, приходят, например, на подбор очков, и им говорят, а вы знаете, очки-то вам не помогают. Вот это вот первый звоночек, когда... То есть со временем человек вроде подобрал очки, но нужно уже другие подбирать. Ну, вы знаете, очки, если есть какие-то проблемы с хрусталиком там и так далее, какие бы вы очки ни надели, лучше-то ведь не будет. Это так же, как смотреть, например, через мутное стекло. Любые очки наденьте, лучше не видно на улице. Это то же самое примерно. Это касается и помутнения хрусталика, это касается глоукомы. Вот глоукома, она вообще проблема большая, потому что это, в принципе, хроническое заболевание, которое вот так вот радикально помочь пациенту невозможно. То есть обязательно контроль давления постоянный, но оно бессимптомно течёт. Часто бывает асимметрично, то есть у пациента с одним глазом всё хорошо, а со вторым проблемой он не замечает этого. И если периодически не проверять остроту зрения правого, левого глаза отдельно, то двумя глазами пациента не замечают, что он плохо видит каким-то... То есть сейчас мы можем сделать даже экспресс-тест. Да. Да, каждый сейчас, находясь именно там, где вы слушаете нашу программу, только если не за рулём. Конечно. Если за рулём, лучше так не делать. Конечно. Да, сейчас закрыли левый глаз, посмотрели, всё ли чётко мы видим. Закрыли правый глаз, посмотрели, всё ли чётко мы видим. Что мы должны увидеть левым и правым глазом? Одинаково должна быть картинка? Одинаково, да. Конечно, может быть асимметрия, да, может быть асимметрия, это связано с различными нюансами, но если разница большая, тем более, если очки не помогают, то, конечно, это повод, что нужно обязательно обратиться в специалисту, да. Обратиться в больницу, в томологическую больницу. Да, в этом случае записываемся на приём. Ну, тут, видите, есть определённые правила, скажем так, направления. У нас поликлиника, она консультативная. То есть мы консультируем тех пациентов, которым требуется уже хирургическое лечение, либо лечение у офтальмологов по месту жительства, оно не приносит положительного эффекта, либо сложности с диагностикой, такое тоже возможно, всё-таки у нас больше возможностей. Поэтому тогда доктора по месту жительства, они направляют к нам этих пациентов в плановом порядке, записывают по электронной регистратуре. То есть в этом проблем нет никаких, все доктора у нас опытные, работают на приёме. И, соответственно, дальше уже решается вопрос о каком-то дальнейшем лечении, если это необходимо. Если это острое заболевание, заболевание, травма, то здесь направления никакого не нужно. У нас есть кабинет неотложной помощи, он работает круглосуточно, там же на нашей базе, и туда можно обратиться просто без всякого направления. Записываться тоже не нужно. Ну, конечно, когда там что-то случилось, прям вот не до записи, честно. Нет, конечно. Нет, нет. Сама в подобной ситуации находилась. Могу отметить тоже хорошую работу, первоклассную работу специалистов. Когда пришла, всё быстренько мне сделали. Спасибо. Справили, закапали, и всё замечательно, я снова видела. Давайте тогда затронем подробнее работу неотложного центра, помощи неотложной. С чем обращаются люди, как эти проблемы решаются, насколько быстро? В первую очередь хочу сказать, что у нас единственный, скажем так, неотложный центр для пациентов с заболеваниями, травмами органов зрения для Кирова, Кировской области, ну и в том числе для всех остальных. Большой поток, наверное, там выступает? Поток достаточно большой, это зависит, конечно, от сезонности, и контингент пациентов тоже зависит от сезонности. Ну, летом традиционно больше пациентов обращается. Пикники, уголёчки, веточки? Садоводы, да, грибники, вот очень много. Ну, мошки те же в глаза попадают. Ну, тоже бывают, клещи там и так далее, и так далее. Много разных проблем. Ну, в среднем в сутки принимают где-то 70-80. Ну, рекорд был более 100 в сутки. Это сколько специалистов работает? Ну, врач один в этом кабинете, ну, у них есть определённые смены, ну, вот сутки работает. То есть 100 человек за сутки способен врач принять? Да, конечно. В том числе, кроме того, оказывается ещё хирургическая помощь. Она точно так же… Здесь же на месте? Здесь же на месте, да. В какие-то мелкая хирургия, если требуется, если это требуется, большая хирургия, пациенты госпитализируются. И, в принципе, по нормативным документам в течение 6 часов пациент после госпитализации должен быть прооперирован, если это необходимо. То есть он там же остаётся? Да, у нас круглосуточный стационар, отделение, которое специализируется. Есть отделение, которое специализируется именно на острых состояниях и травмах. Ну, а так, получается, стандартная помощь – это осмотр капельки? Осмотр, да, проверка остроты зрения, осмотр, если необходимо, использование капель, удаление народных тел. Очень много бывает, много сотрудников окружающих предприятий с окалинами, народными телами роговицы и так далее. Поэтому, ну, работа такая, достаточно интересная, но в том числе и… Очень многое зависит от этой работы. Потому что зрение всё-таки составляет сколько, наверное, процентов 80 получаемой информации? 90. 90 получаемой информации – это всё-таки наши глаза, наше зрение. Да, и пациентам бывает очень тяжело, вот, конечно, реабилитироваться, если какие-то проблемы возникают. Давайте перейдём к… Вы затронули уже немного эту тему, инновационные операции, которые было сделано огромное количество за минувший год в офтальмологической больнице, Кировской клинической. Давайте расскажем, что это были за операции, как они происходили, как проходили, привлекались ли иногородние, может быть, специалисты для того, чтобы показать, как это правильно делать. Ну, на самом деле, самые инновационные, мне кажется, всегда операции бывают при травмах, потому что это всегда нестандартная хирургия, и от врача требуется высокая квалификация для того, чтобы правильно пациентам помочь. Есть нестандартная хирургия, есть и травма, соответственно, это должно совершаться экстренно и очень быстро, если правильно понимаю. Ну, тут, видите, есть, скажем так, разграничение. Мы должны в первую очередь сделать что? Если это рана, то мы должны её ушить, обработать и выполнить профилактику инфекционных осложнений. В дальнейшем уже смотрится, либо если с инородным телом оно может сразу удаляться, но если оно далеко, если оно повредило достаточно много структур, то в этом случае здесь используются уже вот те же инновационные способы, да, та же витриотинальная хирургия, когда можно более щадяще для пациента и с большей эффективностью помочь выполнить комбинированную хирургию, там сразу несколько операций за один раз. Вот, в этом случае привлекается уже хирург, который специализируется на данном виде операции. Вот, и в принципе у нас случаи были, что и, понятно, эти хирурги, они не дежурят ежедневно, это просто невозможно, но при необходимости привлекаются в выходной день, пожалуйста, тут проблем нет никаких. То есть вызов поступил, можно приехать спасти. Да, то есть такое тоже бывает. Это, конечно, не часто, всё-таки глазные травмы, слава богу, это не массовая проблема, но зрение и зрение очень нежный орган, который требует, естественно, подхода тоже специфического. Ну, что касается вот таких интересных, если мы говорим о травмах, в прошлом году осенью, вот как раз мне выдалось счастье, скажем так, поучаствовать в такой хирургии, удалили народное тело. Особенно счастье для пациента, наверное. Да, может быть, около двух сантиметров. Если мы с вами говорим, что глаз в среднем, скажем так, от полюса до полюса, он у нас шаровидный, в диаметре 22-23 миллиметра. То есть практически во весь глаз был народный тело. Практически, да. И тут, естественно, подходы уже нестандартные. А там что-то осталось живое от этого глаза, пока там было народное тело? Да, и пациент у нас хорошо видит. Я имею в виду вот до того, как операцию провели. Ну, скажем так, пациенту… Может, не сложно это себе представить, как это может физически произойти? Ну, это была проволока, она достаточно тонкая, ну, вот длинный кусок, и вот так случилось. И, ну, пришлось применить фантазию, скажем так, и некоторые навыки нестандартные для того, чтобы убрать эту проволоку, удалить так, чтобы, ну, не было дополнительных повреждений. То есть как раз та же самая схема, которую вы только что описывали. Внеотложку поступило обращение, поступил человек, врач видит, что надо срочно что-то делать. Да. Звонит хирургу, да, получается, хирург прибывает на место, и это вы как раз были, да? Да, ну, так получилось, что кроме меня, вот, у нас два витриотинальных хирурга, и второй был в отъезде, и вот так, да. И доктор, посмотрев, понятно, что тут надо делать сразу комбинированную хирургию. Насколько глубоко эта проволока проникла в глаз? Ну, почти до сетчатки, в принципе, она достигла, да. Ну, в итоге, в результате лечения пациент неплохо видит, достаточно. Вы сказали, что нужно было проявить фантазию, да, когда вы проводили эту операцию. В чём эта фантазия заключалась? Ну, вы знаете, да, просто инородное тело очень большое, и чтобы его удалить, не повредив дополнительно, тут, скажем так, уже начинаешь думать, какой инструмент выбрать, как правильно подойти к этому инородному телу, с какой стороны и так далее. Тем более, что опыт, скорее всего, таких больших тел не было, да? Ну, они редко бывают, конечно, каждый раз всё по-разному. Вот на то и травмы, и вообще витриотинальная хирургия, она такая творческая, творческая достаточно. Отдел такой вот в тальмологии, в тальмохирургии, там иногда требуются, да, действительно какие-то подходы нестандартные. Вот. Что касается ещё каких-то, ну, это вот тоже у нас пациент после травмы, вот недавно были публикации, тоже потери радужки у него была. Это достаточно такая нередкая травма у пациентов, которые в своё время выполнили, которым выполнили в своё время так называемые насечки. Что это такое? Ну, это один из способов коррекции, например, близорукости. Сейчас он не используется именно с этой целью, но в своё время это был инновационный, в принципе, такой способ, и много очень пациентов были подвергнуты этой хирургии, получили высокое зрение, но выяснилось, что вот эти насечки, они снижают прочность роговицы, и если не происходит никаких катаклизмов в течение жизни, то, в принципе, всё и хорошо. Но если вдруг травма, даже, в принципе, небольшая, есть риск разрыва вот этих насечек, и в этом случае, ну, там есть определённые по законам физики, вот тяжёлые, скажем так, ткани, они вот как раз теряются, хрусталик и радужка. Ну, вот как бы шар получается, глазное яблоко, естественно, это всё обрабатывается, но радужку уже не вернуть, потому что... А что случилось с этим человеком? Что за травма такая была? Ну, случайный удар по глазу, и вот произошёл разрыв по рубцу, и выпадение радужки, потеря полная. То есть вот что мы с вами видим, зрачок, да, там цвет глаз. То есть он лишился вот этого зрачка? Да, да. Вне? Да. Ага. То есть мы её уже не увидели, потому что к нам он уже приехал без... Ну, это быстро всё происходит, и если полная потеря, то... Да, тут во время травмы это происходит. И вот один из вариантов помочь этим пациентам, это имплантация искусственной радужки. Так. Она, получается, в больнице была? Вы знаете, это очень индивидуальная тема. То есть это подход очень индивидуальный. Под каждого пациента подбирается индивидуально. Во-первых, там достаточно много моделей. Выбор производится тоже там по определённым алгоритмам. И мы съездили на учёбу. Но так получилось, что вот как раз была такая возможность. И, ну, решили, что надо бы попробовать. Обалдеть. То есть поступил пациент с такой проблемой, и как раз... Ну, он уже у нас был, наблюдался, и мысль-то такая была, но... И всё это время без радужки он был. Да. Да. Ну, ему требовалось, естественно, при ярком свете, это затемнённые очки. И, конечно, у него острота зрения хуже, чем пациент... Но он видел обоими глазами. Да, да. Ну, зрение низкое, но оно определённое было. И вот проучились, и там определённый алгоритм выбора радужки, подготовки пациента, это всё очень небыстро. То есть, ну, вот, наверное, от момента травмы, наверное, год прошёл. Вот всех вот там... Потому что там кроме потерь радужки ещё были проблемы внутри глаза, поэтому они решаются там и так далее. Они тоже из-за травмы из носичек были? Да, конечно, да. Ну, вот мы в июне, нам удалось это сделать. Первый раз, что хочу сказать, радужка отечественного производства. Прекрасный материал и очень хорошая палитра. Прямо индивидуально подбирается цвет, рисунок зависимости. Сделали такой же, как и другой глаз? Ну, практически, да. Да, 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 да. Для пациентов это важно, это всё-таки... Конечно, эстетика. Эстетика в том числе. Вот, поэтому, ну, чем ещё повезло в этот момент, приезжали у нас коллеги, как раз вот специалисты вот в этой области, и вот такая моральная поддержка в том числе и была. Да, да. Да, то есть, вот, наверное, повезло и нам, и пациенту в том числе. Расскажите, из какого материала эта радужка производится? Это силикон. Это определённым образом обработанный силикон, накрашенный, то есть... Класс. И как теперь этот человек себя чувствует? Вот сегодня он был у меня на приёме, у него всё хорошо. Вот замечательно. Да, порадуемся за него, пожелаем ему здоровья, здоровья его глазам. Много очень вы рассказываете об обучениях, о каких-то курсах, которые вы проходили. На самом деле, насколько часто сотрудники Кировской клинической, офтальмологической больницы проходят какие-то семинары, курсы, тренинги? Ну, я думаю, что, наверное, достаточно часто. Во-первых, два раза в год мы проводим у себя в больнице такую мини-конференцию, на которую приглашаются все врачи, офтальмологи города и области, и приглашаются известные лекторы по различным тематикам, актуальным на сегодняшний день. Ну, и, скажем так, это очень полезно в плане обучения. Кроме того, есть несколько конференций крупных, инновационных, которые практически всегда посещаем, и у нас, ну, большинство врачей всё-таки туда или так или иначе посещают какие-то конференции, обучающие курсы. В это сельске приветствуется, да? Да, конечно, конечно, это обязательно надо. У нас коллектив молодой и такой очень активный, поэтому без этого плохо. Они не могут работать. И вы, Юлия Владимировна, как предводитель впереди планеты всей на все семинары, да? Ну, нет, на все у меня, к сожалению, не получается. Ну, сил, конечно, не хватит. Ну, у меня ещё другая работа, которая требует тоже большого внимания, поэтому, конечно, нет, я не могу всех посетить. Да, и насколько я знаю, помимо обучающих курсов, семинаров, ваши сотрудники ещё участвуют в конкурсах, да? И побеждают успешно этих конкурсов, таких как конкурс лучший специалист. Расскажите, пожалуйста, что это за мероприятие такое было и насколько там высока конкуренция была? Ежегодно к Дню медицинского работника Министерством здравоохранения проводится конкурс лучший специалист, в том числе лучший офтальмолог и, в принципе, ну, не знаю, наверное, последние пять лет это специалисты нашей клиники. В этом году ещё хочу сказать, что вот первый раз, наверное, за всю нашу историю у нас в конкурсе лучшая медсестра. Это очень важная номинация. Да, у нас номинация, да, победила медсестра. Это очень, так, гордость за наших сотрудников, что вот в том числе и сёстры тоже могут конкурировать. Это очень здорово, правда, поздравляю. Давайте для слушателей расскажем, в чём заключается конкурс и по каким критериям присуждается победа. Врач готовит, так называемый, наверное, отчёт о своей работе. Достижения, свои писания. Свои достижения, что сделано, какие на будущее заделы. У нас многие врачи активно публикуются, это и статьи, и в том числе какие-то статьи на конференции, доклады достаточно часто проводятся, книги выпускают, поэтому опыт достаточно большой. И вот в том числе такая, ну, можно сказать, научная работа, она тоже включается в этот отчёт обязательно. Визитка, то есть видео о специалисте на рабочем месте. А учитывается мнение пациентов? Да, в том числе и мнение пациентов. Это очень важно. То есть каждый имеет возможность высказаться. Если тот или иной врач на самом деле помог, да, и так с душой подошёл к делу, к проблеме, то это можно высказать. Да, можно высказаться, в том числе используются, есть везде книги отзывов, и на сайте есть отзывы. Всё к делу прикрепляется. Всё к делу прикрепляется обязательно. Да, Юлия Владимировна, у нас осталось совсем немного времени. Я предлагаю в эти оставшиеся две минуточки небольшое такое пособие-памятку для слушателей. Всё-таки зрение, как мы с вами ещё раз повторим, 90% способ получения информации, и глазки терять, и зрение терять рано уж очень никому наверняка не хочется. Какие факторы окружающей среды негативным образом влияют на зрение? Как этого можно избежать, чтобы зрение, наши глаза прослужили на максимально долгое? Да, вы знаете, это очень важно. И все говорят про экологию. Во-первых, я хочу сказать, что обязательно, если вы что-то делаете с механизмами какими-то, обязательно... Техника безопасности. Техника безопасности, это очень важно. И просто лирическое отступление. Да, у нас был пациент достаточно давно, у которого потеря зрения была из-за тяжёлой травмы, и он к нам через несколько лет поступил с травмой на другой глаз. Причём он просто стоял рядом и смотрел, как кто-то что-то делает. Что-то не судьба. Ну вот, да, к сожалению, такое стечение обстоятельств, поэтому обязательно техника безопасности. И, казалось бы, при каких-то простых прям манипуляциях, ну, бывают тяжёлые проблемы. Там работа с газонокосилками, стримерами, обязательно очки защитные, ну, и так далее. Вот, это первое. Второе, при ношении контактных линз обязательно соблюдение всех правил. Сейчас, кроме... Не засыпать с ними. Нет, не засыпать, несмотря на то, что сейчас очень современные хорошие контактные линзы, несмотря на то, что производители разрешают иногда носить эти линзы длительное время, не снимая. Тальмологи в один голос говорят, всегда на ночь нужно снимать, ну, потому что линзы на себя абсорбируют много всего, в том числе и микроорганизмы там прекрасно себя чувствуют. Лучше при страховании. При закрытых веках там возникает благоприятная среда для их развития, и бывают очень тяжёлые последствия, поэтому... При использовании контактных линз нельзя принимать душ, там, плавать в открытых водоёмах и так далее, потому что это тоже определённые риски несут в себе. Второе. Далее. Ну, глаза всё-таки это не отдельно от организма, да, это общая система, и любые общие заболевания, они могут проявиться в том числе и на наших глазах, и иногда офтальмолог бывает первый врач, который заподозрит какое-то заболевание в организме. Такое иногда бывает. Иногда первый раз диагностируются там различные инфекции, иногда... Именно через глаза? Да, потому что проявляются иногда и неврологические проблемы, иногда, в том числе и даже сахарный диабет иногда случайно по глазному дну. бывают такие случаи. Поэтому контроль своего состояния, общего здоровья, диспансеризация и всё остальное, сейчас есть все механизмы, чтобы проверять своё здоровье достаточно регулярно, и минимальный скрининг, который позволит решить проблемы на раннем этапе. Ну и кроме того, организм требует, естественно, хорошей пищи, хорошей воды, без этого никуда. И не секрет, что и воздух, и вода – это одни из таких... То, без чего человек не может прожить. Если мы говорим 90% информации мы через глаза, посредством зрения получаем, то организм тоже на большое количество, на 70% состоит из воды, и поэтому вода – это очень важно, это универсальный растворитель и так далее. Да, и пить, умываться хорошей чистой водой, без всяких примесей – это очень важно, чтобы сохранить здоровье глаз. Спасибо большое. Говорили мы сегодня про здоровье глаз. Узнали, какие новости у нас есть в Кировской клинической офтальмологической больнице. На самом деле, очень много новинок, и есть возможность у врачей, и всё это делать для того, чтобы наше зрение прослужило нам как можно дольше. В гостях у меня сегодня была Юлия Кудрявцева, главный врач Кировской клинической офтальмологической больницы. Юлия Владимировна, спасибо вам большое за информацию. Очень интересно с вами общаться. Спасибо. Приходите ещё с интересными историями. Спасибо. Хорошо. До свидания. До свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.